Всем привет! В Америке хлеба нет. Наверное, это правило слышал каждый. Из своего личного опыта могу сказать, что это практически правда. Все хлеба в больших крупных супермаркетах, в хлебопекарном отделе, содержатся в составе очень много химии. Там мы усилили вкусы и аромата, удержатели влаги, красители, ну и, конечно же, растительные масла. Я лично избегаю такого хлеба. И, как я знаю, все блогеры, придерживающиеся здорового питания, советуют хлеб Ezekiel. Его-то я и покупаю. Мне он очень нравится, у них существует очень много разновидностей. Единственное, что меня не устраивает, так это цена. Долго дорогой хлеб, я считаю. По-моему, практически 7 долларов, 8 долларов, что-то такое за один кусок хлеба. Хлеб, кстати, продается в магазиннике. И я очень долго искала альтернативу такому хлебу и нашла ее. Сеть магазинов Кругер имеет такую продукцию, линию органической продукции Simple Truth. И вот они-то как раз выпускают тоже хлеб. Состав практически, по-моему, идентичный вообще Ezekiel. Но стоит он тоже в два раза дешевле, где-то 3-4 доллара за целый хлеб. И даже у них ломтики хлеба очень тонкие. То есть по калориям он тоже намного ниже, чем Ezekiel. Я его покупаю, мне он очень нравится. У них тоже много разновидностей. Есть медовый, есть с изюмом сладенький такой. Есть бобовый и есть много зерновой, которые, в принципе, стараются покупать всегда. И также я слышала про бренд Silver Hills. Тоже он кажется дешевле, чем Ezekiel, но может быть на доллар, на два. Но никогда я его в продаже не видела, никогда не пробовала. Если кто-то пробовал, пожалуйста, дайте мне знать, скажите, вкусный или невкусный. Вообще говоря, что у него какой-то интересный такой состав, что нравится и детям, и взрослым. И какой-то необычный он там. В общем, расскажите, если пробовали, мне будет очень интересно узнать. И расскажите вообще свой опыт с хлебобулками, и как они отразились на ваших руках. В общем, всем пока, спасибо за внимание. Спасибо за внимание.